Андрей, за Ваши приветствия, за Ваши замечательные слова и за этот образ Рождества Христова. Ну и, Вы знаете, Вы немножко меня затронули, призвали меня монастырю и насильником, и тружеником жить без доверия, а с доверием. И, хочу сказать, что да, действительно, но вот, наверное, 6 лет тому назад, когда я приехал в Минск, когда я много слышал разного о Дедосоветовском монастыре, к сожалению, слышал очень много негативного. Пока я не посетил Вас, эту обитель, дом на Лысой горе, пока я не увидел, что совершает монастырь, то после моего первого посещения больше я уже не слышал никаких слов, которые оговаривали бы эту святую обитель. Я всем говорю, если у Вас есть какие-то недоумения, приезжайте, посмотрите, приедите и увидите, что совершает эта святая обитель. И тогда уже пройдет язык гортания, тогда уже никто не сможет ничего сказать. Хотя все равно мир продолжает лежать возле, несмотря на то, что пришел на землю Спаситель мира. И как сегодня отец Андрей в своей опросе сказал, мир изменился, мир стал другим. Отец Андрей, хочется Вам возразить и сказать, к сожалению, мир не изменился. И этому есть основания. Если бы мир изменился после проповеди Иоанна Крестителя и после проповеди Христа Спасителя, Христа Спасителя не распяли бы, а мир, каким был грешным, таким и остается. И будет оставаться до скончания века. Но вот вопрос, а почему? Почему Он останется во грехах? Ответ очень простой. Потому что Иисуса не приняли, как Христа, как Мессию, как Спасителя мира, как Сына Божьего. Его не приняли. И с самых первых дней своей жизни Иисус Христос претерпевал уже гонения. И вот в дни Рождества Христова и в эти святые дни мы слышим неоднократно повествование евангелистов о том, как только родился младенец, а уже спустя несколько дней ангел явился Иосифу, как память, которую мы сегодня празднуем. И обратите внимание, как он, обращаясь к Иосифу, сказал, возьми дитя и матерь его, не жену, да, вот обращайте внимание, а Иисус, дитя и матерь его, и иди в Египет, потому что есть желающие, которые хотят побудить душу младенца. И он, ни что же сумняся, ночью встал вместе с Девой Марией, с младенцем и пошел в Египет. Долго, трудный был путь. А потом, как свидетельствует евангелист, прошло какое-то время, и ангел Божий явился и Иосифу и сказал, ну а вот теперь встань, возьми младенца и мать его, и иди в землю свою. Ибо тот, который хотел убить его, вот его уже нет, он умер. И вся последующая жизнь Иисуса Христа, она была наполнена гонениями, притеснениями. И до сегодняшнего дня очень многие люди говорят, ну вот ангелы воспевали славу обошли Богу и на земле мира. Мира-то нету. Насилие продолжается. Насилие, смерть продолжается. Разбои продолжаются. И у людей, у многих, особенно далеких от цепи, возникают такие вопросы. А в чем дело? Ну почему, если действительно ангелы воспелись пришествием в мир, Христа Спасителя должно было восстановиться? Остановиться это преступление? Нет, оно продолжается. И где же мир? Где же благоволение Божие? Нет. Я думаю, что пройдет еще немного времени, и мы с вами, Богу содействую, еще будем вступать еще и в Великий пост, а потом и в Георгий Страстной Седмицы. Мы еще поразмышляем о том, что претерпел Христос Спаситель ради нас и ради нашего спасения. И вот в Иерусалиме как раз совершалось вот такое величайшее в истории всего человечества возможность жителей Земли избрать жизнь. Но, к сожалению, люди не избрали жизнь. Помните, когда Польте Пилат выдал Иисусу и говорил, «Кого хотите, чтобы я вам отпустил? Иисуса или кого-то еще?» А тогда была традиция такая. Ежегодно отпускали одного из пустников, который находился в темнице. И вот был хороший повод отпустить Иисуса, потому что его жена сообщила ему через последников «Отпусти его, потому что я очень много сегодня ночью пострадала из-за того, что вот праведник сидит у тебя в темнице». И поэтому Польте вывел Иисуса и говорит, «Хотите, я вам его отпущу?» А что люди им сказали? «Нет! Отпусти нам Бараву!» А что делать с Иисусом? Они говорят, «Распни его!» Вот, понимаете, вот это был действительно вот такой пик в истории всего человечества. Можно было и избрать жизнь. Ведь все же помнят Иисуса. Совсем недавно еще с Ним общались. Многие получали исцеление. Многие питались, голодные хлебом питались, рыбы, которые Он преломлял. Слушали Его слова евангельские. Благою весть Его слушали. Но, казалось бы, вот надо было сейчас сказать, «Отпусти нам Иисуса!» «Нет!» А люди что-то сказали? «Отпусти нам Бараву!» А Иисуса предай распятие. Сами люди, к сожалению, избрали насилие. А сегодня очень многие говорят, «Оближе Бог!» «Почему Он не может сегодня остановить войну в Иване, войну в Сирии?» И так далее. Почему вдруг до сегодняшнего дня совершается беззаконие и насилие? Ответы на праведности. Люди, вы сами избрали. Вы сами избрали нас в войну. Вот и живите. То, что сегодня не изменился мир, к сожалению, это факт. А что же тогда принесло Рождество Христово людям? Что Христос принес на землю? А Он принес. Самое важное. Он, обратите внимание, ведь не родился в каких-то царских чертах, чертогах, в уголной пещере, о которой мы знали только по сути, больше никто не знал. А почему вот Господь так определил, чтобы Сын Божий родился вдруг в какой-то пещере безвестной, а не в царских чертогах? Да потому что, если бы Он родился в царских чертогах, тогда был бы какой-то царский указ о том, что необходимо повиноваться этому владельцу, необходимо исполнять его волю, и тогда было бы царское повеление. Другими словами, было бы очередное насилие над человеком и человечеством, а Богу этого не надо. Господь ожидает людей, кто добровольно последует за Ним. Он ожидает только сердца сокрушенные и смиренные, которые готовы будут принять. А с чем это связано? Зачем нам нужен Спаситель? И кому Он нужен, Спаситель? Мы все понимаем, взрослые люди, все понимаем, что Спаситель нужен погибающему, правда? Тому, кто погибает, кто тонет, кто погибает в каких-то обстоятельствах. Вот тем нужен Спаситель. И задача Церкви показать людям состояние души каждого человека, чтобы каждый понял, кто я есть на самом деле. Сопоставить свой внутренний мир с тем, кто есть жизнь вечная, со Спасительным миром. Если я только сопоставлю себя с Богом, с Сыном Божиим, о-о-о, тут не только на Испусть надо бежать, тут надо бежать без оглядки и встречать горы, покройте нас, и хорну покройте нас. У нас такая преграда у каждого между мною и Богом. И эта преграда, это крик, это моя страстная плотская жизнь. Но Церковь настолько чудоведливая Мать, что вот она с пришествием Сына Божьего дала людям и дает людям возможность преодолевать эту преграду, преграду грехов, преграду страстей. Через таинство покаяния очищаться от всякой скверной нечистоты. А в наших святых таинствах получать, благодаря на благодать и силу благодатную в борьбе с этими со страстями, с грехами нашими. А в таинстве Евхаристии, которые мы с вами сегодня здесь сейчас совершили, причаститься самого тела в крови Христово. Ведь мы с вами сегодня причастились, мы приняли в себя самого Христа Спасителя. и повод поразмышлять. Вот как я, приняв в себя Христа Спасителя, буду дальше жить? Пока мы все стоим в храме, вроде все ничего, да? Вот только стоит мне выйти на улицу, я уже своими глазами уже что-то увижу, уже кого-то увижу, кого-то осужу, кому-то скажу что-то недоброе, если коснитесь меня. Это я вот сейчас пока такой добрый, потому что меня здесь никто не касается. Вот меня затронут, я сразу, какой-то, как чирик какой-то, у меня все сразу всколокнется. Ну и где же тогда Христос? Вот наша задача с вами, дорогие братья и сестры, приняв в самих себя Христа Спасителя, сохранить вот то состояние, в котором есть Христос, в котором пребывает Святой Дух. Вот если мы действительно приняли Христа Спасителя, то от нас исходить должно только доброе, вечное, святое. И я иногда, знаете, вот размышляя со своими близкими, кто меня спрашивает, ну, вот, а как вот сейчас мне, вот, поскольку я действительно христианин, и я действительно принял в себя тело крови Христовой, вот, вот, во мне ведь сейчас пребывает Христос, да? И как мне жить, и я советую иногда, я говорю, вы знаете, я сам иногда вот так пытался, еще был, быв молодым совсем, и до сегодняшнего дня я сам это испытываю, и сам в себе это воспитываю, всем говорю, вот если вы хотите быть христианином, то в любом случае всегда рассуждайте, а как бы поступил на моем месте Христос? Интересно, правда? И вот вы знаете, с детишками беседую, я говорю, вот представьте себе, что вот вы сегодня идете по улице, и вдруг вы увидели бы Христа Спасителя, идущего по улице, ваши отношения к Нему, ну, и дети, они все чистые сердца, правда? Они все говорят, ой, ну бы к Нему подбежали, взяли бы благословение, кто-то говорит, мы бы только за все не могли бы себе в дом, ой, бы мы Его угостили, мы бы Его накормили, мы бы Его напоили, я говорю, вот правильно вы рассуждаете, малыши, вот так мы должны относиться друг к другу, правда? Ну вот никто бы, наверное, Ему не сказал скверного слова, правда? Нет, ну что? Ну никто бы, наверное, Его не обидел, Христа Спасителя, и он еще говорит, нет, конечно, я говорю, ну вот вы знаете, ведь в каждом человеке есть образ Божий, мы просто Его не замечаем, мы думаем, что это вот идет Иван, Дарья, Марья, Акелина и так далее, а нет, это только вот люди, которые, а в каждом, Левне и в Марье, Дарья, Акелине, в них и то образ до Христа. Вот если мы, но если мы не сможем принять их в свой дом, если мы не сможем принять и угостить там, или накормить, напоить, но не говорите недоброго людям, вот не желайте никому зла, и мы уже будем на правильном спасительном пути. ведь почему до сих пор продолжается злое насилие в мире всем, а потому что люди не приняли Иисуса как Христа, как Веселия, как Сына Божьего. Эгоизм, самолюбие, оно процветает в сознании, к сожалению, множества людей. А если бы люди приняли Христа, то изменился бы тогда мир. Но что очень важно, что с пришествием в мир Христа Спасителя Господь открыл людям путь ко спасению, в Царство Божие. И всякий, кто поверит, что Иисус есть Христос, что Он Сын Божий, Сын Благословенного, что Он Спаситель мира. И если Он последует Его пути, если Он будет исполнять Его заповеди, то Он и здесь на земле проживет достойную жизнь, да еще и сподобится войти в Его Небесное Царство. Примеры для этого или в подтверждении этого множество. И вот память, которую мы сегодня празднуем святых. Ну, во-первых, святой Царь и пророк Давид из рода, которого произошла Пресвятая Богородица, жил задолго до Рождества Христова, но Он искренне поверил, что наступит время, когда придет Спаситель мира. И Он все свое внутреннее состояние переложил в стихи, которые мы сегодня именуем Псалмой. И Он прославлял Бога. А за свое чистое стремление познать Бога, Господь Ему дал дар пророчества. И Он пророчествовал о том, что наступ времена, когда действительно семя Девы сотрет главу змия, врага рода человеческого дьявола. А праведный Иосиф Обручник тоже благочестивый, праведный человек, которому доверили Деву Марию. Тогда была такая традиция для тех Дев, которые посвящали себя Богу, их отдавали вот под такое внимание мудреных людей, благочестивых. И вот Иосифу, человеку благочестивому, верили Деву Марию, чтобы он сохранял и ее девство, и охранял ее от всех невзгод человеческих. И он позади исполнил это обетование, исполнил свое послушание. Ну и сегодня мы празднуем память святого Иакова, брата Господня, брата во плоти Иосифа Христа, поскольку Иаков это был сын Иосифа от первой супруги его, от жены. Поэтому Иосиф был отцом Иакова, брата Господня. А Христос Спаситель после своего воскресения своему брату Иакову благословил быть первым епископом Иосифовским. Ну и вот сегодня вот как вы знаете такая благочестивая память семейства святого, но и рассуждая о том, что действительно были люди святые, и как это достичь, чтобы в наших семьях сразу у многих очень много проблем в семье, то муж не слушает или пьет или ведет не совсем благочестивый образ жизни, то с женой бывают проблемы, то с детьми бывают проблемы, но и вот сегодня наверное нынешний праздник можно назвать семейным таким праздником, примером для подражания каким должна быть благочестивая семья, как сказал отец Андрей, не должно быть подозрения ни в семье физической, ни в семье церковной, не должно быть подозрения, только если будет подозрение какое-то, то не будет нормального отношения ни мужа к жене, ни жены к мужу, ни детей к родителям, ни родителей к детям, точно так же и в церкви, не должно быть никакого подозрения, должна быть доверенность, доверие должно быть, и поэтому я вот сегодня хочу ответить отец Андрея и сказать, что да, много было наветов, я уже говорил об этом, много было наветов на Святый Яросоветинский монастырь, но когда я все это увидел, что здесь происходит и совершается, у меня сегодня никаких сомнений нет, вы стоите на правильном спасительном пути и продолжаете то дело, которое вы совершаете, и в сеть должно быть доверие, не будет доверия, значит, будет, как говорят, искрить между супругами, между детьми, но должно быть действительно доверие, а оно строится, конечно, на любви. Какие бы законы мы ни принимали, а законы никогда не смогут выполнить свое предназначение, которое выполняет любовь, но, к сожалению, он любовь охладевает, вот, поскольку любовь охладевает, тогда нужно будет принимать какие-то другие меры, которые могли бы как-то сплотить семью или объединить какое-то общество, только лишь по мере охладения любви, охладения любви. Вот мне сегодня хочется пожелать, чтобы Святое Семейство было для нас ярким примером. Помните слова Христа Спасителя, это Он проповедуя Евангелие, Благую Весть, вдруг услышал, к Нему пришли и сказали, вот там мать твоя и мать твоя и братья пришли, хотят с тобой общаться. И Он, находясь вот в таком состоянии проповеди, говорит, а кто моя мать, кто брат и сестра моя, все, кто верит в Меня, кто исполняет заповеди Мои, кто слушает Меня и слова Мои, и исполняет их, тот Мне брат и сестра и мать. И вот сегодня мне хочется, напоминая эти слова, всех призвать не только слышать Слово Божие, но и исполнять Слово Божие. Вот тогда мы будем установлены и удочерены самому Христу Спасителю Богу Нашему. Вот такие размышления у меня сегодня возникли и есть необходимость, я ими с вами поделился и хочется пожелать, чтобы мы с вами в эти святые дни, а они уже, к сожалению, заканчиваются, завтра уже отдание, но я думаю, что вот эти дни святые после Рождества Христова до завтрашнего дня, до отдания праздника Рождества Христова и до Богоявления Хочется, чтобы мы все с вами слушали Слово Божие, читали его, размышляли и принимали их для своего руководства, для своей жизни. Потому что Христос Спаситель своим учением, своим пришествием на землю открыл нам путь в Царство Божие. Вот кто поверит в Него, кто последует Ему, тот может войти в Царство Божие. Хочется, пожелать, чтобы мы укрепляли в нас веру, помогал нам идти по этому Спасительному пути в Его Невестное Царство. Аминь. Спасибо.